Продолжение следует... ...в специальном турнире Независимой Федерации Рестлинга. В турнире, в котором принимают участие 8 борцов. Четверо из которых встретятся в главном бою этого вечера. Чтобы определить, кто же из них окажется победителем. Победитель получит специальный приз от Независимой Федерации Рестлинга. Значит, первого финалиста мы с вами уже знаем. Это народный чемпион, есть лучший чемпион НФР в тяжелом весе Антон Герябин. И прямо сейчас перед нами следующая пара участников. Первый это Сергей Белый. Ну, а его оппонентом будет участник команды Щит и Меч. Один из действующих чемпионов Независимой Федерации Рестлинга в парных боях. Крис Рейв. Как и полагается, чемпиону выходит Крис Рейв вместе с поясом. Ну что ж, напоминаю, что все отборочные матчи в рамках нашего турнира проходят по стандартным, по классическим правилам до отсчета на трех, или же от сдачи от боевого приема. Про 10 секунд невозвращения на ринг, дисквинфикацию, все вы все прекрасно знаете. Могу, извините, немножечко схалявить и вам уже не напоминать. Итак, Сергей Белый, обладатель Кубка Лужников, участник команды Обинг против действующего чемпиона НФР в парных боях Криса Рейва. Какой хороший лоу-кик-то, а? Ну вот они, вот они годы кикбоксинга для Сергея Белого-то не прошли даром, естественно. Ножки-то удар помнят. Предлагает силовую борьбу Крису Рейву, но Рейв очень хорошим ударом в челюсть. Спускает с небес на землю Сергея Белого, тут же дробки к спину. Ну и начинается запрессовка просто Сергея Белого. Но тот, правда, неробного десятка на контратаке и находится в бессилу, сам отвечает Крису Рейву. Собственно говоря, в финале командного турнира именно команда Обин, Сергей Белый и Роник Римсон дрались против щита и мяча. От хорошей Биг Бут в челюсть такой. Четкое попадание, да, но в той схватке в финале командного турнира более сильнее оказались и Биг Бут в углу, более сильнее оказалась команда щит и мяч. Да, вот третий Биг Бут, конечно, с третьим Биг Бутом пролетает мимо Сергея Белой. Посмотрим, чем ответит Рейв. Какие мощные удары, вы посмотрите. Звук от ударов рукой по груди Сергею Белому аж эхом летит на яйцо. Дал дробки к живот. Кстати, зря сейчас Рейв пожалел Сергея Белого. Ну и спинолома в колено в станах. Зря сейчас Крис Рейв пожалел Сергея Белого. Надо было, конечно, не в живот, надо было, конечно, в голову прописывать дробкик. Ох, какая хорошая контратака. Удар ногой через себя в лежачем положении. И на болевой прием попадает сейчас Крис Рейв. Так, Рейву нужно дотянуться до канатов. Ну или, если он посчитает, что сил терпеть больше нет, может сдастся от этого приема. Сейчас непонятно, зачем он это сделал. Сергей Белый! У меня-таки прям Тибон Слэм какой-то. От Криса Рейва. Видимо, сначала решил делать Тибон Суплекс. Потом в процессе Суплексирования понял, что Слэм-то будет помощнее. И решил завершить все Слэмом. Теперь уже Сергей Белый страдает от болевого приема, которого проводит Крис Рейв. Да, и в общем, как-то такой взаимный троллинг и взаимное недолюбливание вот у Криса Рейва и Сергея Белого пошло аж с финал этого командного турнира. Ну, в какой-то степени, если Сергей Белый сейчас выиграет, может он эту победу записать как полуместь щиту и мячу. Гад бастер! Один из любимых приемов Сергея Белого может записать как такую полуместь щиту и мячу за поражение в финале командного турнира. Но не более того. Ну и не стоит забывать, что на кону в этом матче выход в финальный бой сегодняшнего турнира. Отличный реверс Канадов скатился так хорошо. Крис Рейв не смог удержать, правда, но вовремя сориентировался и ногой в голову все-таки прописал Сергею Белому. Очень хороший клоузлайн. Еще один не менее хороший клоузлайн. Ой, Рейв пошел уже жестить по полной программе. И немецкий суплевс. Охо-хо! Вы представляете себе, какую адскую боль сейчас терпит Сергей Белый после трех таких ударов? Найти в себе силы, превозмогая эту самую боль и провести немецкий суплекс Крису Рейву, что требует очень-очень большого количества сил. А Рейв-то потяжелее, чем Сергей Белый будет. Ну и Рейв, вы посмотрите, шикарнейшие ножницы. Точнее, даже и Цигири в данном случае. И, ой-ой-ой, суперкик четко в челюсть. Ой, поплыл Крис Рейв. Вот сейчас Сергей Белый может победить. А может и не победить. Вы знаете, даже в состоянии нокдауна Рейв находит в себе силы и проводит в прыжке клоузлайн. Отличное комбо от Сергея Белого. Ну, из-за такого мощного броска сразу бы удержание, что Сергей Белый и делает. Но Крис Рейв вырывается. Да, сил практически не осталось ни у Белого, ни у Рейва. А еще нужно много-много сделать в этом матче. Ну, под много сделать, я подразумеваю, выиграть. Что и вполне себе естественно. Готовится Сергей Белый на разбег. И попытка Метеоры, но все заканчивается реверсом в виде спайн-бастера. Так, все. Рейв лезет на канаты. Что он задумал для Сергея Белого? Хэдбот! Но в самый последний момент Белый уворачивается. И... Что это будет? Фишерман Суплекс! Что? Метеора? Да, Сергей Белый готовится к своей коронной Метеории. Есть! Сразу же удержание. Раз, два, три. Да. Все-таки совершает свою полуместь Сергей Белый. Побеждает он в этом отборочном матче. Командного чемпиона Криса Рейва. И становится еще одним финалистом сегодняшнего турнира. Вот так вот Сергей Белый одерживает победу. Участник команды ОМЕН. Победитель Кубка Лужяков поддерживает победу над участником команды щит и меч. Чемпионом независимых федераций рейсминга в парных боях. Да. Не повезло сейчас. Очень сильно не повезло Крису Рейву. У него были все шансы, чтобы одержать победу. Но на этот раз матч 1 на 1. Сергей Белый оказался сильнее. Поэтому он выходит в финал. Ну, а Крису Рейву приходится удовольствоваться только лишь поддержкой зрителей. Да, ему сегодня не повезло. Но я думаю, что победы у Рейва впереди еще будут. Будут, их будет много. Они будут очень-очень важными. Крису Рейву.